С вами MegaObzor.com Годом ранее я рассматривал третью часть мрачного квеста от российских разработчиков и тогда же отметил, что история ее подачи понравилась и помимо изучения третьей части Creepy Tale Ingrid Finance также самостоятельно приобрел первые две и тоже закрывал на платину Не так давно в мое распоряжение попал ключ на четвертую часть этой игры Игра вышла, насколько знаю, в конце весны на ПК и сейчас уже в ближайшее время выходит четвертая Creepy Tale на консолях Важно отметить, что несмотря на то, что серия общая истории в каждой из сказок самые достаточные и между собой они связаны только небольшими отсылками которые могут заметить только те, кто играли Поэтому начать вы можете вообще с любой части, если вам, например, понравится а уже потом пройти в любой последовательности то, что выходило ранее В этот раз главным героем стал Мартин выбравший рыбалку вместо похода с братьями за грибами В итоге улов прерывает загадочное существо, укравшее рыбу и при погоне за которым мальчик уже провалится в противостоянний мир Ему нужно вернуться домой но уже через короткое время существо, которое сюда его заманило рассказало о причине своих действий и все тут не так просто В сравнении с рассмотренной ранней частью сюжет стал линейным действия игрока не оцениваются и не приводят к разным концовкам Финал-то только один Негативно на общее восприятие происходящего это не повлияло история затягивает, интересно и за ней в целом захватывающе наблюдать есть даже некоторая интрига большое влияние на происходящее на экране оказывает, конечно, визуальную составляющую она не подкачала и интересная рисовка здесь напоминает она иллюстрации к детским сказкам и в эту сказку вплетены у нас гармонично хоррор это хоррор составляющая и в Creepy Brothers в целом держит уровень и продолжает уделять внимание даже мелким деталям в окружении как результат все воспринимается цельным, во-первых а во-вторых, при прохождении все это интересно изучать разглядывая это же касается озвучки история подается актерами и видно, что они стараются русские, как и в предыдущих частях тут полноценен, многоголосен отдельно прошли несколько глав на английском и эта озвучка тут тоже хорошо проработана но вот с музыкой это отметить не могу также вот так вот пройдя не могу вспомнить, какие треки были то есть саундтрек тут не запоминающийся но и при этом и не раздражает наверное, вот такой подход и практикуется в плане геймплея тут стало больше различных мини-игр при взаимодействии с предметами появилась необходимость попадать в тайминги есть и различные загадки и в плане разнообразия стало лучше при этом соблюден баланс общее прохождение не затянуто состоит оно из 10 глав если вот сесть и не отвлекаться и проходите его самостоятельно без подсказок ну, наверное, где-то 2,5-3 часа потратите платина тут требует различные институативные действия есть моменты, на которые стоит обратить внимание уже при прохождении всей игры там часто, например, нужно кричать сюда в колодец но в целом платину можно закрыть игра в целом располагает но единственное, что, наверное, в плане реиграбельности есть вопросы то есть вы прошли, например, выполнили какие-то пропущенные моменты а повторно проходить, наверное, уже смысла тут особого нет но в целом мне этот квест понравился на 1-2 вечера вполне качественно отрисованный и озвученный Creepy Tale Some Other Place будет интересно узнать ваше мнение лайк, подписка приветствуются пока-пока